Семи часов рабочий день. Обдувка, продувка, заправка, помазали трактора. Каждый день до восьми часов, до полдевятого вечера. На полях Балаковского района активно идёт сбор урожая зерновых. Механизаторы молотят рожь и пшеницу. Сейчас уборочная страда озимых уже перевалилась за экватор. Обмолочено более 50% засеянной территории. За день один комбайн убирает 30 гектаров поля. Урожай хороший. В некоторых хозяйствах в среднем 40 сантиметров с гектара получают. И всё зерно высокого качества. Радует то, что пшеница третьим-четвертым классом идёт. Это уже совсем другие деньги, другой спрос. Опытные фермеры знают, чтобы колосья наливались силой и давали хорошие урожаи, нужно подкормить поля витаминами роста, удобрениями. И все хозяйства, которые применяют высокие технологии при выращивании различных культур, делают это по графику. На полях этого хозяйства, где мы находимся, на озимых, было четыре внесения минеральных удобрений. Начиная с заправки паров и жидким аммиаком, и заканчивая подкормками весенними уже. Другие хозяйства вносят только при посеве и подкормка вне корневая именно по весне, по зиме. Поэтому здесь более интенсивное использование. И у них качество третье. И урожай 47. Самый большой, скажем, по этому году в районе. В хозяйстве Студенецком, где в этом году собирают рекордные урожаи, только экспериментальные поля обходятся без подкормки. Остальные 9 тысяч гектаров пашни всегда получают удобрения. Под всю культуру абсолютно. Под подсолнечник, под кукурузу, под сою, под пшеницу. Повышается урожай, повышается качество зерна. То есть мы остались в контрольном участке, где ничего не делали. Там урожай 30, а все остальное 48. Вот такая разница получается. Начальник отдела сельского хозяйства Александр Мазлов говорит, балаковские фермеры ежегодно приобретают в среднем 7-8 тысяч тонн минеральных удобрений отечественных производителей. Предпочтение отдают местному предприятию компании «Фусагра». Знают, что балаковский филиал АО «Апатит» обеспечит хозяйство качественными витаминами роста. А еще на некоторых полях Балаковского района возрождают советские проверенные временем традиции внесения фосфогипса в почву. 5 тонн на гектар и земля из глинистой превращается в рыхлую, годную для будущих урожаев. Идет прибавка. Плюс на этих площадях, где фосфогипс вносится, там все равно есть остаточное количество серы в фосфогипсе. Остатки по фосфору есть. И те удобрения, которые вносятся, они уже не так в почву связываются. Лучше используются растения. Богатые урожаи страны – это щедрый подарок к 15-летию Российской ассоциации производителей удобрений. В нее входят крупнейшие компании отрасли, такие, как, например, «Фусагра». Возглавляет ассоциацию Андрей Андреевич Гурьев. Президент России Владимир Путин, поздравляя производителей удобрений с юбилеем ассоциации, отметил повышение доступности витаминов роста на внутреннем рынке, серьезный экспортный потенциал, а также весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Впереди у ассоциации большие планы по увеличению объема и расширению линейки выпускаемой продукции, а значит, еще больше урожая на полях страны.